Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ирина Шухаева. И сегодня мы с вами завершаем говорить о смехе, вот о том самом интересном, пограничном, маргинальном, двойственном, хорошем и плохом, добром и насмешливом, таком разном, как проявление виртуальной реальности, нигилистический смех, как такое разрушительное орудие иронии, о том, как опасная ирония. И сегодня в заключении я с вами просто хочу поговорить о том, чтобы мы с вами подумали, насколько же зыбкими оказываются, как сказать, кажущиеся вечные поводы для смеха, если они вообще могут быть. Если все-таки говорить о том, что смех и горе чаще противопоставляют, сравнивают между собой, то действительно смех хоть и не является альтернативой горе, это отдельное явление, живущее своей давней жизнью, со времен языческих, обрядовых, когда для причины, поводов для смеха не было, были обряды, когда положено было смеяться, когда людей заставляли смеяться, когда использовали для этого разные неприличные шутки и неприличные жесты, лишь бы человек действительно расхохотался. И для нас сейчас это покажется неестественным и фальшивым, но в древности к этому было совсем другое отношение, где-то жалко, что мы это отношение утратили. Но со временем, естественно, люди наблюдали сами за собой, за жизнью, за смехом, за тем, над чем они смеются, как они смеются. Это все-таки волновало скорее исследователей. Отсюда и появились вот эти сложные субъектно-объектные отношения, удвоение видимости, мгновенное ее разрушение, постоянная новизна смеха в отличие от горя. И я сейчас попробую с вами немножко, так сказать, пройтись по таким наиболее типичным, как бы привычным поводам и причинам для смеха. И посмотрим все-таки, насколько они являются относительными. Вещь может оказаться смешной в том случае, если она сделана человеком. И если человек, сделавший эту вещь, невольно отразил в ней какие-то недостатки своей натуры. Нелепая мебель, какие-нибудь смешные шляпы или наряды могут вызвать смех. Это происходит потому, что на них отпечатался вкус их создателей, который не совпадает с нашим вкусом. То есть, действительно, мы говорим о том, что всем объявить что-то единообразно смешное, это совершенно невозможно, правда? Так бы иначе мы бы все смеялись над одной и той же комедией, над одним и тем же анекдотом. И вообще, наверное, как это, знаете, в послевкусии анекдотов, если кто-то вдруг не понял, очень забавно, как несколько человек начинают совершенно по-разному объяснять, над чем именно было особенно смешно. То есть, вот эта вот работа разума, да, первоначальная работа ума, когда сталкиваешься с каким-то непривычным явлением, понятием, чертой характера, рассуждением, да. Ведь иногда, пока человек молчит, нам совершенно непонятно, насколько смешно он, оказывается, может думать. Ну, не зря наш народ сказал, молчи, дурак, за умного сойдешь, да. Повод о смеянии наших дураков в сказках, да, их нелогичное поведение, никогда не выносит смех на первый план, потому что они у нас всегда удивительно нравственные. И вот высота и преобладание нравственных категорий делает смех над нашими сказочными дураками таким достаточно добрым, то есть вот ограниченным вот в том проявлении, которое приведет уже вот к гордыне, к злобе, к отрицанию, то есть ко всем тем явлениям, которые, ну, не украшают нашу жизнь, и вряд ли нужно пользоваться смехом для того, чтобы сделать жизнь труднее, а не легче. Ну, вот посмотрите, шляпа, можно над ней смеяться, я не знаю, она необычная совершенно однозначно. Наверное, кто больше разбирается в технике, увидит гораздо больше смешного, чем я. Но, тем не менее, вот тот самый, так сказать, отпечаток вкуса создателя, точно отличающийся от моего, безусловно, вызовет у меня улыбку, просто потому что это очень необычно. Или вот это кресло, да, мы назовем его сейчас дизайнерским, но, собственно говоря, само по себе оно не очень-то смешное. Смешно будет, когда мы начнем предполагать его использование. Вот оно что, готово тебя обнять, или оно защищается, или на него можно несколько человек посадить. Забавно, и можно над этим подумать. Это вот то необычное, что вызывает улыбку, и что действительно продлевает жизнь. Ну, посмотрите, что станет с ребенком, если он прокатится по этой горке. Горка, безусловно, необычная, но вот та самая степень уже на смешке. А будет ли смешно потом, да? Тому, кто это делал, действительно потребовалась некоторая анестезия сердца, которая нужна для смешного, для смеха. Ну, вот дальше-то потом будет не смешно. Но необычно, безусловно, необычно. Вот посмотрите на этот диван, да? Ну, забавно сложили, но вот тут как раз начнется наше... Нам не надо на нем посидеть, чтобы понять, что будет дальше, да? Не нужно посадить кого-либо из своих знакомых, потому что тоже понятно, что будет дальше. Но если предположить, что кто-то вбежал, там, не разглядев, вплюхнулся, да, там, занятой какой-нибудь человек на ходу, подписывающий бумаги, вот я сейчас начинаю делать как раз вот то, что позволяет делать смех, да? Если бы просто при мне кто-то сел, и это уже случилось, да, это произошло бы вот то самое удвоение и мгновенное разрушение. Вот видите, оно не произошло, у меня просто есть смешной, необычный предмет, есть игра разума, которая позволяет мне строить уже целую чью-то жизнь. Там сюжет какой-то комедии, с чего все это могло начаться. Можно пойти с другой стороны, можно, наоборот, дать возможность вылупиться из этих яиц там птенчикам и сделать так, чтобы они все были связаны между собой и могли бы жить только в форме такого дивана. То есть видите, насколько богата действительно игра разума при встрече с чем-то необычным. Ну и от необычных вещей мы, конечно, перейдем с вами к человеческим недостаткам и отметим для себя, что смех вызывают не всякие недостатки, а только мелкие. Пороки ни в коем случае не могут быть предметом комедии, а не удел некоторых видов трагедии. Ну, здесь вот такой простой пример могу привести. Да, вот вспомните летучую мышь, да, он в жену свою влюбился, изменив при этом ей. Да, то есть такая склонность к любви к женскому полу, при том, что ты уже женат. Она приобрела такую комичную, поучительную форму. Да, мы все над ним посмеялись, да, особенно когда он сравнивает руки, да, говорит, ну надо же, говорит, у нее такое же пятнышко, ну разве можно сравнить ее пятнышко с твоим пятнышком. Да, и в конце там не все дружно поют, что мадам Мораль дала урок, где посрамлен месье Порок. Ну, сравните, как сказать, проблема та же, да, сравните с Дон Жуаном или с Каменным гостем Пушкина. Совсем другая же будет история, да, там это уже будет трагедия, там это будет уже порок, доведенный до вот того, ну, как сказать, до той силы, которая может себе позволить искусство, и это будет нам уже с вами совершенно не смешно. То есть все равно все относительно, но и, наверное, тем, кто сталкивался с неверностью, любое из этих произведений будет не настолько смешным, как тем, кто знает теоретически, что это нехорошо и могут быть всякие казусы, ну и потом могут быть всякие осложнения в жизни. Да, вот издавна как бы считалось, что принято смеяться над толстяками. Ну, со временем, надо сказать, поскольку худоба всегда была еще как-то признаком болезни, но в конце прошлого века, да, так сказать, появилась мощная батарея анекдотов про дистрофиков над худыми, тоже стали смеяться, но тем не менее одного внешнего вида для смеха, для повода для смеха недостаточно. Это должен быть определенный образ жизни, который к этому приводит. И когда духовное начало преобладает над физическим, смех не наступает. Ну, вот я, например, скажу вам, что невероятно полным, ну, мне даже не поворачивается язык сказать толстым, невероятно полным был Бальзак, невероятно полным был Иван Александрович Гончаров. И вы знаете, как-то почему-то это не было поводом для смеха среди их современников. Вот здесь действительно та самая духовная составляющая их жизни, которую уже тогда ценили современники. И, естественно, мы сегодня помним Бальзака, перечитываем его и Гончарова, вовсе не потому, что они были чрезмерно полными, а потому что это величайшая работа ума, мысли, это блистательный язык, это человеческие отношения, которые остались сложными и понятными, и каждый находит в них что-то свое. То есть, опять же, и это относительно. Мы не найдем с вами одну такую, знаете, универсальную причину для смеха. Ну, вот, например, еда, да? Сама по себе еда, сам по себе факт трапезы ничего, в общем-то, смешного из себя не представляет. А вот обжорство, неумеренность, вот это уже действительно повод для насмешки. Ну, там самый яркий пример, ну, я вот читала с неприязнью, это, конечно, Рабле, это его известное произведение. У нашего Гоголя это более деликатно, и любую возможность описать трапезу так, чтобы вызвать улыбку, хотя бы улыбку, недоумение, как это у них все влезает, это было обязательно. Да, помните, там Афанасия Ивановича, Пульхирия Андреевна едят не только в положенные сроки, но и в любое время дня и ночи, когда дальше идет перечень, что они едят ночью. А когда коробочка приезжает в город, то пирог курник и пирог рассольник выглядывали даже наверх. Ну, а новые версии, всем вам известные, лицом в салат, да, сколько их возникло. То же самое, ведь смешон, как сказать, и смеются люди не столько над тем, что человек лицом в салате, нет. Важна предыстория, важно отношение, важно на том, насколько действительно смешно вот этот символ благополучия, можно сказать, выглядит. То же самое, что касается питья, пьянства, вот этого вот состояния опьянения, вот уж действительно, как сказать, один из вечных поводов, да, есть еще такой афоризм, что незаконченный алкоголик – это тот, на лицо которого еще не ступала нога человека. Хотя на самом деле, конечно, вот тот же самый смех сквозь слезы, потому что для тех, кто сталкивался с этим, ну, ничего смешного в этом нет. Это смешно, когда это бывает редко, да, как то же самое, как вот выход смеха во время карнавалов, да, во время шествия ряженых, когда там можно было и напиться, и объесться, и подурачиться. Но когда это норма жизни, это уже порог, а это уже трагедия, и смеяться нам здесь с вами, в общем-то, совершенно не над чем. Ну, естественно, комичные различные персонажи – это построенные на сходстве и на отличиях, да, и один из самых, наверное, таких наших смешных – это Фома и Ерема, выражение это осталось, как вы помните, как символ полного непонимания между партнерами, причем, как правило, если они говорят на одну тему и пытаются делать одно и то же, да. Помните, Ерема был крив, а Фома с бельмом, кривые оба, да. Ерема был пляшив, а Фома шелудив, да, и тот, и другой без волос. Ерема в лаптях, Фома в поршнях. Ерема ушел в рожь, а Фома в ячмень. Ерема припал, а Фома прикорнул. Ерему сыскали, а Фому нашли. Ерему кнутом, Фому ботагом. Ерему бьют по спине, Фому по бокам. То есть происходит, собственно говоря, одно и то же явление, но с какими-то разными оттенками. И вот эта вот еще претензия на различия, когда различия на самом деле нет, она тоже бывает смешной. Точно так же комизм, сходство, да, масса построена произведений на сходстве близнецов. Хотя это совершенно там не смешно. Например, их родителям или их близким людям они хорошо все это знают. Комизм, сходство часто можно проявиться в таком, знаете, бытовом приятном моменте, когда приходят там, например, гости, видят ребеночка такого всего закудряшного, симпатичного. И совершенно лысый на сегодняшний день папа бежит со своими детскими фотографиями и радостно показывает, он весь в меня, я тоже в детстве был кудрявый. То есть он доказывает свое сходство. Мы над этим так, ну, по-доброму улыбаемся, да. Ну, нам на самом деле все равно, что он сейчас лысый, если он по-прежнему наш друг. Забавный момент, если помните, Мимино его долго вырезали в советский период. Вот сейчас он уже до нас дошел. Это когда герои Мукартычана и Кикабидзе едут в лифте, вместе с ними едут два японца, и один другому говорит, ну, до чего же эти русские все на одно лицо? Ну, действительно весело, потому что мы, как бы сказать, скорее сказали бы, что это они на одно лицо. Но, тем не менее, вот сходство и отличие о том, как мы это видим или не видим, и как это может проявляться, это вот действительно такой вот вечный повод. Перепутанные близнецы, да, разлученные в детстве. И, естественно, если бы каждый из них не обладал своим индивидуальным характером при внешнем сходстве, то мы бы ничего смешного не нашли. Точно так же, как если совершенно внешне разные персонажи ведут себя совершенно одинаково, нам это тоже будет смешно. То есть это тоже будет повод для такого вот, для сравнения, для работы ума. И мы еще, конечно, говорим о том, что если каждый народ имеет свои внешние и внутренние нормы бытия, выработанные ходом развития его культуры, то смешным будет представляться все то, что этим нормам не соответствует. Ну, в некотором роде это, да, те же, так сказать, те же самые задорновские тупые американцы. И вообще надо сказать, что национальность, она, вот, национальная идентичность, осознание своей национальной идентичности, оно достаточно конфликтно. Ну, и с кем еще посмеяться над другими, как не над своими? Конечно, так сказать, комичен вот этот эффект отражения, да. По-прежнему, так сказать, вот не зря у нас и шоу называется «Кривое зеркало», потому что в любом случае, как сказать, «Кривое зеркало», наверное, как символ преувеличения. И тут несколько я вам напомню, да, что этими приемами обязательно должны пользоваться насмешники, мастера юмора, сатиры или иронии. Или мы с вами, когда хотим выразить какое-то смешное явление, это та самая вот гипербола, гротеск, в любом случае это преувеличение, это использование шуток, острот, каламбуров, игра одинаковых слов, да, каламбур, либо парадоксов, всевозможные метафоры. Ну, вот, хороший парадокс, наверное, самый такой, простите, не парадокс, а каламбур, который я очень давно прочитала и до сих пор мне нравится. Он принадлежит князю Вяземскому, который в начале XIX века сказал, «Я снова здесь, в Москве, я снова плачу и плачу». Я думаю, что можно цитировать и цитировать. Тогда еще Москва не считалась одним из самых где-то нелепо дорогих городов в мире, но, тем не менее, вот так поиграл словами князь Вяземский. И, безусловно, нужны будут метафоры, нужны употребления слов сознательно в переносном значении, когда включаться будет вот та самая игра понятий, когда мы поймем, что человек хотел сказать, сравнивая там что-то непривычным образом нам заявляя, да, вот как, например, Казьма Прудков сказал, «Любой факт подобен трясогузке». То есть, да, помните, как себя ведет трясогузка, какие у нее привычки. Соответственно, вот эти вот черты можно приписать и любому факту, как сказать, работе с этим фактом, потому что действительно, вот как сказать, вот у меня пять пальцев на руке – это факт, да. Эти пальцы способны двигаться, это тоже факт. А вот все остальное, я уж не буду вам показывать всевозможные жесты, вы сами знаете, вот комбинация из пяти пальцев на руке, оно вроде бы тоже факт, но совершенно разное и совершенно по-разному воспринимаемое. Когда-то смешное, когда-то угрожающее, когда-то неприличное – да, пожалуйста. Вся, так сказать, гамма оттенков может быть представлена. Ну, Чехов, опять же, мастер, естественно, метафоры и иронии. Настоящих женщин нынче нет, а все какие-то, прости господи, трясогузки да кильки. Ну, тоже понятно, не будем. У Чехова разное было отношение к женщинам. Тем не менее, по-прежнему интересно сравнение человека с животными, да, необычное поведение животных, к которому привыкли давно, да. Мы не только видим животных в цирке, многие видят их у себя дома, и они всегда нас чем-то забавляют, удивляют, мы о чем-то думаем, нас это как-то смешит. Естественно, масса кукольных персонажей, марионеток, то, что шло издалека, издалека и осталось сегодня в способности того, что мы сами теперь делаем кукол. Мы можем их делать не руками, мы можем их делать виртуально, мы можем создавать себе персонажи, мы можем в них играть, мы можем сами делать их смешными, но смеяться в одно лицо, как-то вот горевать в одно лицо, как-то более привычно смеяться в одно лицо, оно как-то будет, наверное, более грустно. И гораздо интереснее поделиться с кем-то смешной жизнью своих героев, для чего, кроме любой игры, существуют еще и всевозможные чаты и форумы, где все равно люди, сохраняя там свои какие-то придуманные мемаски, могут общаться. Отдельным, конечно, списком пойдет осмеяние профессий, потому что, надо сказать, что издавна на Руси больше всего смеялись над портными и над прочими представителями таких, знаете, зарождающихся городских профессий, свой земледельческий труд. Как-то наши предки не очень осмеивали. И чаще всего осмеянию подвергаются представители именно тех профессий, общение с которыми вызывают у людей некоторые страхи, некоторые непонимания. Да, это, безусловно, врачи, это юристы, сейчас это, конечно, как бы сказать, всеми понимаемые менеджеры, но тем не менее, вот этот вот оттенок некоторого непонимания в развитии, что же это вообще такое, оно тоже дает о себе знать. И, наверное, если сегодня подумать, чего в интернете больше, смешного или грустного, ну, наверное, мне кажется, все-таки смешного. И в этом тоже есть такая его хорошая для нас возможность как-то улыбнуться, как-то отвлечься. И, конечно, вечное искусство – это искусство пародирования, которое постоянно развивается, потому что мало, уже всем мало одного внешнего сходства. Пародирование состоит в имитации внешних признаков любого жизненного явления. И пародировать можно решительно все – движения и действия человека, его жесты, походку, мимику, речь, профессиональные привычки и жаргон. Можно пародировать не только человека, но и то, что им создано в области материального мира. Ведь обратите внимание, как много сегодня пародий на эстраде и, так сказать, требования к сходству давно отошли на второй план. Нам уже действительно интересно, как пародист пройдется по каким-то там привычкам звезды, по каким-то фактам из жизни. То есть это будет уже действительно такая более серьезная работа и пародиста, и нас, которые за этим следят. Буквально вот два слова вам скажу, что, в принципе, действительно, как вот смех он давний, вечный, меняющийся. Ну, быстренько вам расскажу. Был такой замечательный сатирик Аверченко, начало прошлого века. Вот у него есть рассказ, это к вопросу там о менеджерах и названиях. Человек от индустрии. Рассказ начинается тем, что идет мужчина по улице и видит, как из подъезда с лестницы выбрасывают одного господина. Он, естественно, и тот, кто выбросил, убегает, схватившись за голову. Он наклоняется, говорит, ой, ну, бедненький, за что же он у вас так? А тот начинает, да, говорит, да, вот, конечно, да, только вот что-то вот руки-то у вас шершавые. Вот вы бы у меня крем-то купили, да и запонки у вас какие-то старомодные взяли бы у меня, да и ботиночки у вас на тонкой подошве, да и брюки у вас неправильные. В конце концов, значит, этот господин заталкивает этого обратно на лестницу, спускает с лестницы и, убегая, слышит, как кто-то возле него остановился со словами, бедненький, за что же он у тебя так? То есть, если, как нам кажется, что вот этот вот расцвет навязчивого предпринимательства случился в наши дни, нет ничего подобного, много лет назад это уже тоже было. Я говорю это к тому, что огромное наследие именно юмористической литературы. Обращайтесь к нашим писателям прошлым, к современным, отделяйте чрезмерную иронию от того, что вы просто хотите посмеяться над чем-то необычным и разрешить какие-то свои противоречия, расстаться с какими-то своими страхами, а в собственных мыслях и суждениях старайтесь быть менее ироничными. Оказывается, это очень опасно. Итак, я желаю вам хорошего, доброго, жизнерадостного, жизнедательного смеха, когда человек смеется без причины просто потому, что ему хорошо и только от нас зависит, чтобы мы могли находить в своей жизни такие моменты и делиться ими со своими близкими. На этом наша программа закончена. Всего доброго, до свидания.